Всем привет! Мои самые дорогие, мои любимые, многоуважаемые зрители, я очень рада вновь приветствовать вас на моем канале. И сегодня я наконец-то снимаю ролик с Полинкой, с моей самой любимой сестренкой. Да, полностью согласна, полностью поддерживаю. Мы сейчас, короче, находимся дома. Я приехала из дома, где находилась достаточно долгое время, для того, чтобы провести время с семьей, с Полинкой. Мы вообще всю ночь с ней болтали. Я еще три дня буду здесь, мы наснимаем очень много контента для вас. Как вы видите, у меня немножечко поменялась прическа. Вот такая вот у меня теперь есть коротенькая челочка. Я думаю, вы обратили уже на это внимание. В общем, это супер круто, но видео будет совершенно не об этом. У нас максимально летнее офигенское настроение, и мы решили поднять его вам. Но перед тем, как мы расскажем вам о чем ролик, не забудь поставить палец вверх. Потрясающий палец вверх. Если же ты его поставишь, то остаток этого лета у тебя будет просто офигенный. Да и остаток всего 2020 года. Ну-ка, Полинка, расскажи-ка, на какую тему будет сегодняшнее видео. Сегодня мы с Кариной договорились поржать хорошенненько. Хорошечненько. Хорошечненько. Да. Ну, понятный этап. И мы решили с Кариной посмотреть ее архив историй. Архив истории в инстаграме. Чтобы вы понимали, профиль мой сейчас. Ник вы, кстати, видите на своих экранах прямо сейчас, да. Туда я выкладываю очень много крутых фотографий. Именно этот инст я веду где-то 4 или 3 года. И мы решили посмотреть мои старые истории. Я выкладывала просто такой бред, вы не представляете. Ну, как бы все приходит со временем, с опытом, поэтому мы просто посмотрим, пообсуждаем, что-то повспоминаем. Но это видео не тупо, чтобы вы попялились на мои старые истории, а чтобы и поржали. Потому что я подготовила и смешное что-то, и не смешное. Полинка будет видеть впервые, возможно, она вообще некоторые истории будет не помнить. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мои дорогие. Запасайтесь чем? Ну-ка. Чаем и конфетками. Да, печенечками тоже в том числе. Я вас люблю, мои дорогие. Добро пожаловать на мой канал. Вы не любите долгие вступления, поэтому мы, что, Полина, начинаем. Поехали, мои дорогие. Ну что, Полинка, давай перед тем, как я тебе покажу некоторые истории, скажи, как ты вообще относишься, часто задавая мой вопрос, не по теме, а к тому, что я переехала на лето. На самом деле мне очень как-то не очень, потому что мне без Карины очень скучно бывает. И я не привыкла к тому, что у меня сестра может приехать. Я ей пишу каждый день, когда ты приедешь. Мне это очень непривычно, потому что мы, ну, как бы живем вместе. Да, мы с Полиной живем вместе, и она как бы не привыкла к тому, что мы даже спим иногда, а не вместе, да, из-за того, что я нахожусь совершенно в другом конце Москвы. Вот, и мы с Полинкой договорились, что она приедет в наш дом с ребятками, где мы сейчас живем. Поснимаем мы вместе тиктоки, поживем, у меня как раз двуспальная кровать, так что Полина. И вы, ребятки, просто знайте, что совсем скоро Полинка приедет. Многие говорили, а как же Полина, а как же Полина, что за фигня? Ребят, Полина только за, ну, понимаете, она еще не особо выросла, и родители в первую очередь волнуются за Полину, поэтому пока что Полина не может приехать туда на постоянной основе. Хотя я, ребят, очень хочу, честно, капец как. Так, слушай, у меня сейчас с этого ракурса выглядит, как будто у меня одни волосы длинные, смотри, там, через камеру. Тут коры. Короче, ладно, не будем медлить, просто знайте, что Полине непривычно. Давай, первая история, я все фотопленку понасохраняла, тут много трэша, так что готовься. Первую историю, которую мы с тобой рассмотрим, моя дорогуша, это вот такая вот. Вот такой. Слушайте, ну я тут еще такая маленькая достаточно, у меня тут белые волосы, белая корей, чтобы вы понимали, прятки, вот эти вот, которые у меня в сторис, да, вот тут с белыми волосами, эта история была снята три года назад, я вот их херанула ножницами, сама, просто подошла к зеркалу и херанула, а эти мне хотя бы сделали в парикмахерской, да, ну это как бы вообще совершенно два разных человека. Короче, ребята, я прокомментирую это. Давай, комментируй. Короче, это, мне кажется, даже хвостиками назвать нельзя, потому что, типа, блин, она просто взяла, так разделила и резинку просто одела. Да. Просто. Да, просто нацепила резинку и подписала я еще так ржачно. Когда поняла, что хвостики не идут. И такое оформление у истории, конечно, убого. Я помню, там у нас в сторис был такой маркер, который рисовал как мел, видишь? А сейчас его, по-моему, убрали, если я не ошибаюсь. Ладно, следующая история, которую мы с Полиной посмотрим, это вот такая вот. Боже мой. Но это я просто сижу в детском мире. Историю оформлять я, естественно, не умела. Посмотрите на мое лицо, посмотрите на то, как я одета. Ну, как бы ребенок, ничего такого. И вот этот шарф, я его взяла у своей подруги и тупо носила, даже не обматывая им шею. И это выглядело очень странно. Но тут как бы ничего по истории не скажешь, просто какие-то эффекты. Тупо я сижу в какой-то тыкве. Тыкве. Вот, ну и выглядит прикольно. Ты что скажешь, изменилась ли я вообще? Очень изменилась. Конечно. Очень. Да. Красотка сейчас. Ой, ну слушай, я не знаю. Здесь не очень. Полине не очень понравилось, как я отстригла себе вот эти вот передние пряди. Ну, мне кажется, она просто будет жалеть в скором времени, потому что они не в хвостик не влезут никуда. В хвостик влезают. Мне сделали такую длину, что в хвостик влезают. Видишь, что-то коп, и они уже влезли в хвостик. Просто будут прядки торчать немного. Вот такие вот дела. Ладно, давай посмотрим следующую историю. Это история без звука, но я хочу, чтобы ты обратила внимание на подпись. К сосискокрутильщицам в гости пришла. Это был тренд Ильи Белова. И на тот момент он не был моим лучшим другом, как сейчас. Я не слышала. И я следила за ним в инстаграме, и была на него подписана Полин. И просто, я вот сняла вот это, а он постоянно снимал этих, помнишь, сосискокрутильщиц. Типа, ой, смотрите, я пришел к сосискокрутильщицам. У Ильи был такой тренд, я, ребят, думаю, вы его и так знаете прекрасно. И я как бы увидела это место и просто мечтала его там увидеть. Я по нему реально фанатела. Вот, и подписала вот так вот. Мне жалко сосискокрутильщиц. Да, их постоянно приходили, снимали и думали, что Илью увидят. Я в итоге с ним сфоткалась потом. Вот, а потом он мне сам написал и предложил что-то снять совместное. Вот так вот у нас закрутилась дружба. Ребятки очень хорошие дружбы. Сейчас они в одном доме живут. Сейчас, да, сейчас мы живем в одном доме. Кто же знал вообще, что так поменяются все вот эти события, что все так перевернется? Листай. Спасибо за миллион. Вы написали мне кучу стрёмных историй из жизни, так что ждите новое видео. Если еще не смотрел этот ролик, то свайпай вверх. Знаешь, почему я решила эту историю вставить? Почему? Потому что это была моя самая первая страшная история на моем канале, которая набрала за две недели миллион просмотров. Да, я помню эту историю. И именно после этого я завоевала вот эту вот нишу мистической дивы, которая снимает мистические истории. Именно после этого ролика я просто хочу оставить эту сториз здесь. Ребят, просто посмотрите на нее. Это была моя первая страшная история. Капец. Дальше мы с Полинкой. И я думаю, сейчас вы, ребята, поржете нормальненько так. Подождите. Это уже комментируешь ты. Я тут промолчу, хорошо? Давай, погнали. Можно я под землю провалюсь? Ребят, чтобы вы понимали, если я сейчас включу эту песню и даже в шутку захочу записать с Полиной историю, она скажет, Карин, ты что, дура? Ты нормальная? Вот, и мы с Полинкой там записывали. Она там еще такой пухляш с футболочкой. Микки Маус. Я тут еще такая с отстриженными прядями. Что такое доброта? Что это такое доброта? Не влю... Что-то там нельзя. Нельзя подрогать. В общем, ребятки, ну это просто. Я хочу, чтобы в этом видео остались все воспоминания. Естественно, истории у меня много. И я, возможно, сниму вторую часть. Хотела снять этот ролик одна, но поняла, что с Полиной будет гораздо веселее. Нет, просто мне стыдно. А ты помнишь, как эта история вообще записывалась? Нет. Вообще не помнишь? Нет, не помню. Капец, Полин, ну ты даешь. Окей. У меня еще стол в другом месте стоял. Да, у Полины была в комнате перестановка, и тут совершенно по-другому. Кстати говоря, поговорим о столе Полинином. Он стоял у окна. Вот такая вот есть у нас история. И посередине меня в Ленине. Вот такие. Ну зачем ты меня снимаешь? Такое солнышко маленькое. Делала бумажных куколок Лол, скажи, да? Ребят, я сейчас заплачу. Сидит такой ребеночек и мне показывает, как бумажные куколки Лол делаются, да? Скажи, я хотела научить сестру, а она сидит меня из-под тяжка снимает, скажи. Ага. Ну зачем ты меня снимаешь? Короче, я очень сильно любила кукол Лол, и особенно я их очень любила распаковывать. И мне нечего было уже распаковывать, потому что мне Карина уже купила сто таких кукол, и у меня больше не осталось. Ванна из кукол Лол была у тебя, давай помолчим. А, даже больше, чем сто кукол это было. Было тысяча, даже больше. Да. И мне не осталось ничего распаковывать, и я делала их из бумаги. И распаковывала бумажные. Такие специальные слои Полина делала и показывала мне, как мастерить бумажные куколы Лол. Тогда еще всякие влогеры снимали диайвай, как это делать, это просто... Да, это было супер прикольно. Но мне как бы тоже нравилось их распаковывать. У меня очень много роликов на канале про куклы Лол, где мы там с Полькой их распаковываем. Дальше следующая история, давай посмотрим. Девочки, что делаете? Не убедились, не убедились. Как вам? Прикольно. Очень приятно, спасибо. Вот так ко мне относились все ребятки из начальной школы, в той школе, в которой я училась. Постоянно смотрели мои видео, постоянно меня обсуждали. И, кстати говоря, раз я вам показываю эту историю, где две миленькие девочки смотрели мой мистический контент, покажу и следующую после комментария Полины. Что ты скажешь? Знаешь, что ты вообще этих девочек... Они очень миленькие, да, они ходят по первому этажу, где я сейчас учусь. Они очень хорошенькие, ко мне подходили фоткаться не раз. Очень миленькие, хорошие. Это очень мило. Ну да, тут в этой истории, конечно, ничего ржачного, но я хочу вам показать еще вот эту. Чтобы вы понимали, как ко мне относились, ну и относятся до сих пор, ребятки из моей школы, где я училась. Да и не только из моей. Алина, Алина, ты моя любимая! Я вас тоже очень люблю и всех обожаю. Спасибо большое, очень приятно. Ты знала, что у меня был классный час в школе, в которой я училась? Меня выкрали с урока физкультуры. Ко мне подошла учительница и сказала, Карин, тебя все из нашего класса хотят видеть на классный час. И я сидела и отвечала на их вопросы, мы болтали, фотографировались. И, блин, это так, черт его возьми, приятно, когда в школе, в которой я училась, есть вот такие вот милашки, которые все следят за моим контентом. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Половина этих людей меня сейчас оскорбляют. Да? Да. Ой, слушай, ну, в принципе, это приходится временем, это все зависть. Есть и адекватные, а есть те, которые поняли, что как бы у человека все идет круто. И как бы они понимают, а почему не я? И так очень часто происходит. Оскорбляют. Но, знаете, ребят, я вам честно скажу, зависть, она портит людей и оскорбление тоже. Эти люди, они, наверное, самоутверждаются за счет того, что говорят тебе, ты не очень, ты там не то, не сё, у тебя ничего не получится. Это полное говно, Полин, поэтому, ребят, займите хер, реально, все прекрасно в этой жизни. Вот именно. Я знаю Полинку, и я понимаю, что она как бы всерьез-то не воспринимает. Вот честно, тебе все равно? Ну, да. Естественно. Ну, типа, бывает у всех такое, у кого есть аудитория, у всех есть хейтеры, и они, бывает, и в настоящей жизни встречаются. Конечно, это абсолютно нормально. Окей, давай дальше. Все вы говорили, ребятки, и спрашивали меня, как я пережила свою смену имиджа, возможно. Когда я подстриглась, ко мне не могли привыкнуть мои родители, Полина, она вообще херяла от того, что это креско. В общем, у меня были белые длинные волосы. И меня сначала покрасили в черный, потому что я решила изменить имидж. Да, а после этого я такая говорю, слушайте, мне не нравятся длинные черные, как у меня сейчас. Давайте-ка мы их херанем вот где-то под такую длину, как у меня сейчас челка. Вот просто супер короткий, вот такой длиной, ребят. И мне фиганули. Ну и чтобы вы понимали, вот моя первая история после парикмахерской. Чтобы вы понимали, как выглядело это у Бога. Просто смотрите и перекреститься не забудьте. Мне очень не нравится, ребят. Вот мне очень не нравится. В тот раз я уже думала реально начать носить парики, потому что меня сравнивали с Бузовой. У нее тогда были короткие волосы и с Фейсом, у которого тоже были короткие волосы черные. И мне было безумно неприятно, потому что под мою форму лица короткие волосы не подходят. И мне говорили, Карина, ужасно, кошмар, меня прям реально засирали. Для меня это было, естественно, очень трудно. Но сейчас, как вы видите, волосы нормально так отросли, и я их больше трогать не буду. Что ты скажешь, Полин? Твоя реакция, когда я пришла домой с короткими такими волосами? Я прекрасно помню этот момент. Я тогда думала, это что за бомж ко мне домой? Давай, мне неприятно вообще это. Все, выключаем камеру. Нет, я сначала, конечно, испугалась, но потом привыкла. Но ты сейчас красотка. Нормально, да, вот такой вот сестру, слышите, корректно? Ты мое мнение спросил. Да, я пришла, и я сестра испугалась. Прекрасно, блин. Чудесно. Ладно, дальше история. Чтобы вы понимали, как я пыталась оправдать себя перед подписчиками, когда меня засирали за короткие волосы. Нет, я не Бузова, и нет, я не Фейс. Пожалуйста, хватит меня с кем-то сравнивать. Я тут снимаю для вас новое видео, и надеюсь, что оно вам понравится, которое, кстати, завтра будет на канале. Многие мои друзья, зрители, подписчики офигели от моего выбора и моего решения так подстричься, но самое главное, что нравится мне. Вам не кажется? Вам не кажется? У меня вот такой голос еще был. Во-первых, голос поменялся, во-вторых, как бы мне не нравилось. Ногтики такие. Да, ну явно не такие, как сейчас. Нет, честно, мне очень не нравился результат, но я как бы говорила, что он мне нравился, потому что, ну как бы я сама решила так подстричься. Это был капец, но напоследок закончим наш разговор о длине моих волос вот таким вот бумерангом. Тут вообще трэш. Я еще и сделала ботокс-волос, ребят, они были супер-мега прямые, а делать ботокс-волос на супер-короткие волосы, это выглядит реально как бузовая или Фейс. Ты здесь плачешь или мне показалось? Нет, здесь это маска такая. Еще у меня под глазами, видишь, татуировочки. Но они еще хуже выглядели. Это типа планета. А мне показалось, эта тушь смазалась. Ну, короче, капец, капец. Ну, мне всем так тоже показалось. К чему чешется правая ладонь? К деньгам? Так, ладно, дальше. Продолжаем. Дальше уже не моей длине говорим, просто смотрим видосы. Мы потратили весну, загородки интервал, мы устроили себе феерический финал. Я везде тебя искал, я бы как-то ночью снял, но я понял то, что мне нужен лишь оригинал. Я тебя себе нарисовал. Бля, муха, цикатуха, пазолоченное брюхо. Можно я не буду смотреть в камеру? Я прокомментирую. Давай за меня, пожалуйста, Полин. Давай за меня, комментируй. Мы потратили весну, загородки интервал. Мы устроили. Я везде тебя искал, я века всю ночь листал, но я понял то, что мне нужен лишь оригинал. Я тебя себе нарисовал, потом на шоу снова потерял. Боже, ребят, я думаю, тут наших каких-то еще слов не нужно. Вот эти вот мои движения псевдо-тиктокерские, это, конечно, нужно было увидеть. Мне стыдно, просто знайте, мы продолжаем дальше. Что я сказала? У меня основная профессия повар, ты сказала. У Полины, короче, раньше были, ребят, вообще капец, какие припадки, когда она лежит и может что-то реально выкрикнуть. И у нее был анекдот, помните? Повар спрашивает повара. Повар, а какая у тебя профессия? Повар отвечает. Повар. Зачем ты это выкладываешь? Ну ты, я не знаю, мне хотелось оставить, видишь, на память архив в инстаграме существует, чтобы ты поржала. Ну окей, дальше. Есть вот такие вот сторис, которые сейчас прям будут настоящим воспоминанием для нас. Вы только посмотрите, это только-только шел первый месяц после рождения моей собачки. Я только посмотрите, какая она сейчас огромная. Мила, посмотри сюда. Посмотри сюда. Ну и пофиг на себя. Я и насрадила. Ну и посмотрите на то, какой она была. Такое маленькое золото, не мёртвое. Просто чёрненькая шабачка такая на коврике валялась. Согласитесь, но на нее сейчас не похоже. Такая малышка, ну и пофиг, что унитаз. И вот ещё. Это кто у меня такой хороший? Это кто? По столу такая ходит, беспредел. Мила. Ну я изменилась, согласись? Ну-ка. И Милка изменилась, и все мы поменялись, это прикольно. Ладно, давай дальше. Ты ещё одно чудо приперлась. Посмотрите, какая она была. Ой, поди боже. И сейчас кто? Полина, если честно. Боже, что у меня на волосах? Скоро вылетает. Мокрая голова, нет? В Сочи. Да, да, да. Мокрая или грязная? Не знаю. Это картошку у меня пожарили на голове? Посмотри, какая желтая, с мандаринками у ёлочки сидит. Посмотри. Сейчас нет, сейчас мне Полина ещё больше нравится. Она такая стала хорошенькая. Ой, ну конечно. Ты мне знаешь, что за камерой говоришь, девочки? Что, иди в жопу? Да. Иди в жопу. Ладно, я шучу, дальше. А это я. Я даже не помню, сколько мне тут лет на самом деле было. Интересно, я вообще изменилась или нет? Интересно, я вообще изменилась сейчас или нет? Реально. Мне кажется, капец, время летит. Через несколько лет я вообще себя на этих сторис не узнаю. Шок. Тут я поставила брекеты. Скажи, Полин, как ты вообще, когда увидела меня с брекетами? Тебя они очень идут. Очень прям. Брекеты мне идут? Да. Но сейчас я их сняла, идёт мне без брекетов? Без брекетов всем идут, брекеты редко кому идут. Ладно, осталось совсем чуть-чуть историй. Тут, в принципе, уже нечего комментировать, потому что самое интересное я оставила на вторую часть подобного ролика. Давай сейчас посмотрим с тобой... Со мной вот это. Это бумеранг элементарный. Покажи. Какое-то золото с короткими волосы. Фу, 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 боже, я такая... Нет, ну ты тут солнышко, Полин, почему фу, боже? Я себе щеку тут чуть не проткнула. Мы же меняемся. Посмотри, тут как будто вообще с каким-то другим человеком стоим. Короче, ребят, раньше была лайки. Мода делать вот так. Да? Типа щека и такая. Типа это мило. И я так делала, это как то. Ну это же нормально, Полин. Мне стыдно. Это же... Ну не знаю. Ладно, ребят, все остальное я оставила на потом. Тут еще очень много вкусных и крутых историй. Вкусных. Я надеюсь. На что я надеюсь? Это тоже. Что вам понравилось это видео, вы поддержите лайком и подпиской на канал. Если у вас не стоит колокольчик, то поставьте. Ставим колокольчик. Подписываемся на мой инстаграм, куда я выкладываю истории, которые я через пару лет тоже посмотрю и буду угорать. В общем, спасибо вам большое за просмотр. У нас такое прям летнее чудесное настроение. Ролик, я уверена, получился очень крутой. Какие сторис вы хотите показать? А вообще лучше я запущу тренд в инстаграме, где вы будете говорить число, а я буду показывать сторис с этого дня. Это очень крутая рубрика, поэтому подписывайтесь. Ник вы видите на своих экранах и по ссылке в описании. Подписываемся. Ты что, мы рукопнила? В общем, мы вас любим, мои дорогие. Целуем, обнимаем. Спасибо вам за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok